Каждая российская семья платит за жилищно-коммунальные услуги. В постоянно растущем тарифе 30% платежей – это цена газа. За 13 лет тарифы на коммунальные услуги для населения выросли в 20 раз, при этом доходы людей выросли в 14 раз. Основная причина стремительного роста тарифов ЖКХ – быстро растущие цены на газ. В структуре затрат на производство электроэнергии, тепла и горячей воды стоимость газа составляет 67%. Чем дороже газ, тем дороже коммуналка. Но газ, в соответствии с решениями путинского правительства, дорожал намного быстрее, чем росли цены на коммунальные услуги. В первом квартале текущего года у нас в среднем по стране тарифы по ЖКХ выросли всего в среднем на 11,5%. Больше подросли тарифы на газ на 15%. Мы сознательно как бы разрешили чуть-чуть повыше на газ. Коммунальщики оказались в ситуации, когда средств на обновление, модернизацию и ремонт сетей нет, поскольку все уходит на оплату газа. Итогом стала деградация коммунального хозяйства. Изношенность сетей составляет примерно 60%. Но решать эту проблему, конечно, можно и нужно. У нас изношенность сетей составляет 80%. Если система и дальше будет недофинансироваться, то она разрушится окончательно. О степени изношенности фондов уже сказано немало. Главнейшая задача – это модернизация отрасли. От ее результатов напрямую зависит качество услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Модернизация отрасли в условиях опережающего роста цен на газ невозможна. Путин об этом прекрасно знает, но продолжает врать россиянам. В июле 2014 года «Газпром» предложил правительству снова увеличить тарифы на газ. В 2015 году на 9%, в 2016 году на 10% и далее на 11% в год. Причина – холдингу не хватает средств для строительства газопровода в Китай. Да, мы считаем, что это может быть одной из мер государственной поддержки для, в том числе, для строительства газопровода «Сила Сибири». 75% газа в нашей стране производит «Газпром». Это компания – личный бизнес Путина. Все ее управление – близкие ему люди. Клан питерских, захвативших «Газпром», имеет привилегированное положение. Ведь внутрироссийские цены на газ волонтаристки устанавливает именно Путин. Ценообразование на газ в Российской Федерации ничего не имеет общего с рыночным ценообразованием. Были изобретены формулы, которые, в общем-то, примерно, в которых можно сказать, что там скрещены коэффициенты круглые с зелеными. Кроме этого, Путин предоставил колоссальную налоговую льготу газовому гиганту. Доля налоговых отчислений от выручки «Газпрома» составляет всего 38%. Это в полтора раза меньше, чем доля отчислений крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Если бы не эти эксклюзивные условия, компания должна была бы платить в бюджеты на 1 триллион рублей больше. Райские условия, созданные Путиным для своей компании, позволяют ей жить в кричащей роскоши. Совокупная компенсация председателя правления ООО «Газпром» Алексея Миллера составила по итогам 2013 года 25 миллионов долларов США. Это больше, чем «Газпром» потратит в 2014 году на газификацию Воронежской области. Ежедневный доход Миллера в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей равен доходу среднего российского гражданина за 7 лет и средней пенсии за 18 лет. Путин и Кагарин. Вот там эти региональные власти, губернаторы, депутаты, какие-то там коммунальные компании. Это они поднимают вам цены на воду, на тепло, на газ и так далее. Это абсолютная ложь. Значит, цены на все, на это поднимает он лично, его правительство, чтобы Миллер зарабатывал больше 800 миллионов рублей в год. 28 ключевых менеджеров «Газпрома» получили в 2012 году более 2 миллиардов рублей. В среднем на каждого из них пришлось по 76 миллионов рублей. Зарплаты руководства «Газпрома» потрясают воображение. Но не только они. Траты тоже. Например, госкомпания содержит три футбольных клуба. Один из них «Зенит» обходится в астрономическую сумму. Бюджет клуба более 9 миллиардов рублей в год. Это больше бюджета города Тольятти, в котором живет 700 тысяч человек. Очевидно, что вся система функционирования ЖКХ требует кардинальных изменений. Однако главная цель реформы – это улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова